На этот раз за основу сценария взяли сказку Золушка. Советская картина, снятая в 1947 году на киностудии Ленфильм, стала настоящей легендой кинематографа. Его посмотрел не только весь СССР, но и заграничные любители сказок, Финляндии, Австрии, Франции, Швеции, Японии. Успех был невероятный. Спустя 71 год новый мюзик у Золушка снимают тоже на Ленфильме. Раньше главной героиней была белокурая красавица, а сейчас брюнетка. Ее мы тоже встретили первой, едва вошли в зал с шикарными декорациями. Кто бы вы думали, это Золушка 21 века, актриса Наталья Медведева, режиссер картины, Александр Игудин, который уже делал новогодние истории телеканала России предыдущих лет, Королевство кривых зеркал, Золотая рыбка и ДР. Он тот главный, без его одобрения не решается ни один вопрос. Пока перерыв, мы заглянули в гримёрку к артистам. Кого вы еще помните из сказки про Золушку? Правильно, ее злых сестер. Только в этом варианте они совсем не уродливые девы, а наоборот, гламурные красавицы. Играют их певицы Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Можно? Робко спросила я, застав их буквально в халатах. Да заходи, заходи, дружелюбно улыбнулась Семеновича пригласила в гримёрку. Мы тут как раз рассуждаем, как раньше жили модницы. Эти высокие прически, которые не разбирались неделями, корсеты, в которых невозможно дышать, юбки, в которых можно запутаться. Кошмар. Хорошо, что мы сейчас в другие времена живем, в моде простота и естественность. Можно просто надеть кеды, рваные джинсы, распустить волосы и даже без косметики ходить. И это не будет считаться дурным тоном. А мне нравится наряжаться, перебила Стоцкая. Наши костюмы шикарные. Хоть грим и занимает два часа, а потом приходится по 12 часов проводить в корсете, это того стоит. Прекрасный художник по костюмам Алина Герман приготовила для нас настоящие конфетки, а не платья. И вообще я обожаю сказку Золушка с детства. Правда, мы хоть и вредные сводные сестры, пакости главной героини устраивать не будем, у нас облегчённый вариант истории. Ну разве что между собой за крустальную туфельку подерёмся. Знаете что? Режиссёр надо мной посмеялся, мол это твоя репетиция перед новым фильмом Гардемарины 4, расхохоталась Анна. Я там играю одну из главных ролей вместе с Михаилом Боярским, Александром Панкратовым-Чёрным, Дмитрием Харатьяном и многими другими. Так что готовлюсь ходить в корсете сутками. А пока режиссёр даёт мне отдохнуть хотя бы в обед. В Золушке весьма звёздный состав. Принц – покоритель Евровидения Сергей Лазарев. Басков – король. Снялся в мюзикле и Филипп Киркоров. Но кто он в этой истории пока секрет. Отца Золушки играет петербургский актёр Борис Смолкин, а мачеху – юмористка Елена Степаненко. Раз это мюзикл, значит будут песни. Мы услышим хиты разных времён, любимые мелодии и знакомые всем стихи. Покажут новую Золушку 31 декабря аккурат перед обращением президента.